Привет! Всех приветствую на моём канале «Марафон здоровья и разговорный марафон». 294 дня хожу, свою ходьбу называю марафоном. Потому что без перерывов, без выходных, каждый день. Сегодня было, я замечу, была тишина. Тишина такая была. Сейчас вот стреляли, представляете, стреляли. Кто-то устроил тир в лесу. Ну, конечно, самому пострелять – это здорово, да? А когда кто-то стреляет и шумит сразу – ай, какой ужас, что вы делаете? Так что я сама пострелять не прочь. Ну, когда кто-то стреляет. Ну, надеюсь... Надеюсь, они больше не будут стрелять. Звук, конечно, непривычный выстрелы. Насмотришься здесь в лесу, наслушаешься, чего хочешь. Пройдено сегодня 7 километров. Ну, чуть больше, 8, да, 8. Почему так мало, да? Вчера было 12. Пойдем вот сюда. Люди проснулись все-таки. Потому что... Вчера ходила на озеро. Сегодня на озеро не пошла. Почему? О чем я вам говорила? Никакой творческой работы. Стреляет и стреляет. Перебиваются мои мысли. Значит, из-за прогноза погоды, что будет сегодня с самого утра дождь. Не пошли на озеро купаться. Так что пройдено минимум. Ну и что? Супер. Зато я ходила в такой тишине. Люди тоже успевали с дождя. Надо подальше идти, чтобы ничего не отрикошетило. Вау. Вот такие. Ну, это сейчас все-таки выбрались люди. А когда я вышла, я уже все-таки на выход иду. Когда я только вышла, было ну просто тишина. Всем желаю походить в такой тишине. Ой, а здесь вот и гамаки висят. Люди отдыхают. Они так в начале леса порасполагались, ленятся чуть-чуть дальше пройти. Ну, и то хорошо. Значит, несмотря ни на какую погоду, выходите на ходьбу и дышите. Дыхание – это у нас самое главное в жизни. А кто хочет, хочет выйти. Ну, вот я, говорит, не могу. Совет тоже на миллион. Идите на базар. На базар все-таки все-таки все равно ходят. Могу, не могу. И купите там нет, не самовар. Купите меда хорошего. И купите пыльцы. Размешайте мед с пыльцой. Вот этот пакетик, что продают такой пыльцы. На пол-литра этого меда три дня постоит. Он должен все-таки хорошо размешаться там. И принимайте по большой чайной ложке натощак. И 15 минут ничего не пейте. А потом попьете тепленькой воды. потом у вас появятся и силы и желания. Почему я это говорю? Потому что я столкнулась, что мои ровесницы не будем говорить возраст не знают, что такое пыльца? Слушайте, это супер витамины состав в пыльце. Пчелки постарались на своих лапках принесли себе, запомните, себе они собрали эту пыльцу, да? А люди забрали у них. Ну, надеюсь, пчеловоды оставляют и пчелам. Не все до копейки, как говорится, продают. хотите на ходьбу, но нет сил, покушайте вот такого супер-супер полезного пыльца с медом. Можно сказать, купите перги и покушайте, но перга очень дорого и не факт, не факт, что это перга. как мне признался пчеловод. Вот. А что еще? А если вы еще слабее, как говорится, вообще слабые, перенесли какую-то болезнь, чтобы восстанавливаться, вам тем более нужно пыльца. но еще лучше будет взять пыльцу сосны. Здесь вот сосны стоят и мне напомнили. Напомнили вот такие сосны чудо-чудо дерева. У них тоже есть пыльца. И люди собрали эту пыльцу и тоже продают. Но ее продают дорого, дороже гораздо, пчелиную пыльцу. Но как говорится, это того стоит. Вот. Ее много не нужно. Ну, в смысле. Значит, такой состав. 20 грамм пыльцы сосны на 500 грамм меда. 500 грамм меда это не пол-литра меда. в пол-литра меда 700 грамм. Это уже проверено. Мед такой тяжелый. Так что немножко меньше, чем пол-литра меда. Размешать с пыльцой сосны и принимать. Это вообще бомба. Как говорится, поднимает всех на ноги. После операции, после перенесенных болезней восстановить силы. а что нужно, чтобы восстанавливать, восстановиться человеку? Ходить. А сил нету. Вот замкнутый круг. Так что или сами на базар, или через интернет, и потом на почту получите, или купите, или получите, сделаете такое супер 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 еда, супер супер лекарство. Хорошо, что стрелять перестали. Да. 294 день ходьбы но марафона. Завтра увидимся. Пока-пока.